Добрый вечер! Сегодня я приглашаю к нам в прямой эфир Елену Макарчеву, специалиста по раскрытию потенциала внутреннего талантов, проводника к любимому делу, человека, который 11 лет занималась и проверяла, насколько соответствует тот или иной человек занимаемой должности. Лена, привет! Привет, привет! Всем привет! У нас сегодня тема профессиональная, связанная с мотивацией, резюме, поиском работы собственного дела, раскрытием талантов. Это очень тесно связано также и с внутренним раскрытием и пониманием своих потребностей, своих способностей. Да, 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 да. Расскажи тогда, как ты чувствуешь людей, какие ты используешь инструменты. Хорошо. Ну, во-первых, всем привет! Очень рада вообще, что мне такая возможность выпала в таком крутом сообществе рассказать об этом. Я сейчас прям быстренько о себе, да, что я уже больше 11 лет занимаюсь раскрытием потенциала и уже сделала такую некую методику, да, свою, некую матрицу, где учитываю достаточно много параметров, которые, ну, о которых раньше не задумывались. Потому что вообще с точки зрения профориентирования эта методика уже давно в образовании. Но, как нам всем известно, там используется тестирование. А тестирование – это всего лишь только 20% правды, то, что мы можем использовать, да, для того, чтобы мы, в принципе, нашли какое-то любимое дело для себя. И сейчас, конечно же, много запросов на поиск призвания. Но вот с точки зрения поиска призвания, у нас призвание может быть в нескольких деятельностях, да, то есть в нескольких сферах. И когда человек идет и спрашивает, а какое мое призвание, ему выдают перечень, например, сфер, где он может себя классно реализовать. Но только человек сидит с этим списком и думает, классно, а что мне делать с этим? Ну, то есть мне либо сюда, мне либо в туризм пойти, либо мне в досуг пойти, либо мне в нишу детей пойти. И он потерялся. То есть он узнал свое призвание, но потерялся. Потому что куда, а куда на самом деле ему идти? И вот в данном случае тестирование, которое я провожу, да, тестирование – это всего лишь 20%. И это личность наша. А у нас есть еще, как это, наша сущность, да, я ее так называю сущностью нашей. И это используется тип, наш тип личности, наш тип нейроэндокринной системы. Это то, что нам дано природой. Это вот наше тело, да, которое имеет размеры. Голова, плечи, таз, размер ноги, руки, да, пальцы. Все это имеет значение. Личность, она изменчива. А наш тип и наши гормоны, да, которые управляют нами, они, к сожалению, а кто и к радости, да, к великой, не меняются, да. И именно гормоны нам задают некий такой вектор. То есть если рассматривать вообще вот в принципе типирование, оно давно уже. Она давно известна. Да, это методология. Каждый ученый, известный старался типировать людей. А сначала это было там 4 типа, потом 5, да, и теперь их 7. А личностей так вообще еще больше, да. То есть если вот так посмотреть, каждый тест, он может насчитать разное количество личностей. У кого-то 5, если брать там человек-предмет, да. У кого-то просто название личности, это знаете, как предпринимательский, артистический. То есть названия личностей тоже много. То есть каждый человек, он придумывает то, как ему, ну, вот, видится, да, основываясь на какие-то данные. Но чистого типа я никогда не видела. Вот чистого. Чистый тип, ну, не знаю, прям в основном это все смешанные. Это все смешанные типы, да. И вот как определить в человека, кто это? То есть мы берем тип личности, его склонности к предрасположенности. Мы берем наш тип, самотип, да, то есть тип нейроэндокринной системы, который управляется гормонами. Они нас ведут, да. Кто-то склонен структурировать информацию. Кто-то склонен организовывать. Кто-то, как у него прям сущность такая, знаете, как это, всех сподвигать на, как это, двигать и толкать этот мир, да. То есть вот не сидит на месте, да. Это люди, которые любят риск. Вот. Кому-то нужно работать только с информацией. Кто-то, в принципе, склонен, и его миссия такая, да, гормональная, приносить позитив в жизнь, да. То есть создавать какой-то комфорт для людей. И вот если мы будем брать людей, кто работает, например, в сфере досуга, организации, праздников, это люди, которые реально чисто по типу нейроэндокринной системы, ну, прям к этому предрасположены. Они любят комфорт, они любят создавать праздник. А есть люди, которые действительно... Все, запутала. Есть люди, которые действительно хотят быть примером, да. И вот если мы говорим про инструменты, то есть вот точно вот прям определять, да, конкретно по типам, ну, тоже не совсем правильно, потому что у нас есть еще свои критерии, да. У нас есть ценности, ценности личности. У каждого человека это разное, разные понятия, да. То есть у кого-то в определенном возрасте, когда мы до 20 лет, у нас одни ценности. Когда мы после 20 лет, до 30, да, у нас другие ценности. Мы вышли замуж, мы родили детей, у нас появилась ценность, там, семья, да. У кого-то ценность свобода, но это все ценности личности, они изменчивы. А есть еще ценности, которые чисто подсознательно, да, они нас ведут. То есть люди, кто-то может работать руками, да, типа киноэстетики. Кто-то может работать, передавать информацию голосом, да. То есть вот кому-то нужно быть полезным. Кто-то прям круто идет сразу в бизнес. Вот, и у него это хорошо получается, да. А кому-то реально призвано работать в армии, да, в службах, в госслужбах, да. И это все тоже говорит о наших ценностях. Понятно, что нас воспитало общество. Понятно, что мы все принимаем информацию, да, со школы, из нашего окружения, от родителей. Но есть наши еще какие-то предрасположенности, есть наши интересы, которые тоже выявляются за счет определенных упражнений, да. Вот если говорить про методику, которую я использую. Итак, что у меня получается? Тип личности, тип нейроэндокринной системы, ценности, таланты, способности, да. И есть еще один момент. Ну, это все, это часть, это первая основа про то, кто я вообще такой. Ну, кто я такой. А дальше есть наши желания и потребности. Вот тут я бы прямо становилась, ну, достаточно подробней. Потому что именно желания и потребности, они исходят тоже непонятно от чего. То есть вот я люблю шутить в таком формате, что у нас очень мало своих желаний, которые мы знаем. Ну, с точки зрения своих желаний. И в основном все наши желания – это удачно проданная идея в интернете. Кто-то когда-то эту идею придумал и удачно ее продал. И она стала чьим-то желанием. То есть вот так вот интересно это звучит, да. То есть возьмем путешествовать, да. То есть кто-то сказал, что можно так путешествовать каждый раз. И люди услышали и пишут в своих желаниях «я хочу путешествовать». То есть оно ложное или это просто подана красивая идея, что можно, ну, как бы заниматься любимым делом и ничего не делать, и деньги сами будут идти, и просто можно путешествовать. Да, путешествовать можно, если ты к этому предрасположен, если у тебя реально есть такой интерес путешествовать, и ты этим можешь зарабатывать, да. То есть превратить эти путешествия в свое любимое дело. И некоторые, которые удачно, ну, люди, которые удачно продали нам идею свою, да, и мы пишем ее как свое желание, вот тут очень сложно отделить. А оно, это желание мое? Реально я этого хочу? Либо нет? И вообще мне это надо, это потребность. И вот я на этих пунктах останавливаюсь действительно подробнее. Я действительно спрашиваю, а что ты хочешь? А какие твои потребности? Да, и мы через упражнение реально выясняем истинные потребности людей. И даже вот критерии кальнеры... Легко это все люди чувствуют сразу же? Нет, нет, нет. Как ты определяешь, человек чужую идею транслирует или она его? Есть какие-то методы? Наверное, это в теле как-то отзывается? Да, да, это, во-первых... Поле знаки посылает сразу же. Да, кстати, про поле. Да, я использую в своих упражнениях иногда метафорические карты. Потому что когда человек отвечает с точки зрения головы, то действительно это видно. Это видно, что он закрывает... Ну вот если взять вообще пирамиду Маслоу, да, вот там жизненные потребности, вот потребности нашего выживания, да, все физические потребности. И вот сразу видно у человека, а какие желания, из какого уровня, да, они исходят. То есть чего? То есть есть реально состояние нужды, да. То есть человек, у него есть желание и состояние нужды. Здесь все понятно, он об этом искренне говорит. Но я все равно подключаю карты метафорические, да, когда человек с головой очень... Ну вот прям видно, что он в голове. Он прям видно, что он в голове, да. И нет никаких чувств. Он просто... А зачем тебе это надо? Ну не знаю. Ну не знаю. То есть вот когда не знаю, тут такой момент, как говорится, надо поглубже поработать. Мне вот хотелось сказать то, что мысли, которые сейчас пришли мне. Значит, первое, что я уже слышала, и мы говорили в нашем сообществе, что раньше мы очень много систематизировали, делили все. Человека раскладывали по полочкам в самых разных системах. Я этим в юности еще в студенчестве увлекалась и соционикой, и типологией юнга. И по Сокальской я себя не нашла. Там дерево я или цветок. Мне кажется, что я и то, и то. Вот, вот, потому что это смешанное, смешанное. Там, значит, кто-то говорит, что я огонь, а не воздух, там, и не земля, и не вода. Мне кажется, что я то вода, то земля, в общем. Да, вот. Ну, сейчас к тому, чтобы все это объединять, и как я это понимаю, что сегодня вот я очень интересно услышала мысль о том, что есть эго наше, да, а есть самость, та самая, которую ты назвала сущностью, да. И у них как бы разные, во-первых, разные периоды временной. Вначале мы для эго занимаемся там достигаторством, учебой, карьерой и так далее. А потом эта самость начинает нам и сущность транслировать, что есть что-то большее, какое-то предназначение. И вот здесь мы уже выходим на более высокий такой объединяющий уровень и начинаем ощущать, чувствовать, пребывать в этих энергиях, искать свой поток. И меня очень заинтересовало вот в твоем саморе слово удовольствие, да. То есть это вот как такой вот триггер, индикатор того, что значит мы на правильном пути, да. То есть если кто-то, с чем мы занимаемся, приносит нам удовольствие, то это верно, можно даже больше не раскладывать, не брать никакие анализы, ни вдоль, ни подверг, а уже просто довериться этому бессознательному, да, которое как раз тебя и зовет на твой истинный путь, да. Да, но есть, знаете, один момент. Потому что я видела, что и участники нам тоже подсказывают про это вот объединение, о том, что и Саша нам говорит, чтобы мы не ассоциировались там ни с должностями, ни с тем, что мы наанализировали до этого, а посмотрели, как оно есть, и увидели, что в первую очередь мы мужчины и женщины. Все верно, да, все верно говоришь. И, кстати, у меня есть такой даже вопрос, я задаю клиентам, первый вопрос. Ну, чаще я его задаю тем, кто больше уже на руководящих постах. И я вижу, да, что они прям себя начали ассоциировать с этой должностью. И я им говорю, а вот давай теперь поразмышляем, да, давай очисти себя от должности и от статуса. Кто ты? Кто ты? И здесь реально происходят, ну, такие моменты, когда человек не знает, кто он. Он все время ассоциировал себя вот с этим вот начальником, либо с какой-то должностью, и дальше он не знает, куда идти. И вот здесь мне на помощь, да, приходят и карты, и мне на помощь приходят и другие упражнения, где мы подключаем именно чувства, да, то есть чувства. Давай помечтаем, просто помечтаем. Вот, да, вот кем ты хочешь быть, что ты хочешь делать. Я даже использую глаголы, простые глаголы. Давай поговорим, да, о чем ты хотел бы заниматься. Просто вот, опять же, человек, ну, и вообще любой, да, человек, когда мы не знаем перечень существующих, да, вот тех же самых глаголов, тех же самых талантов, это действительно очень сложно назвать, да. А чем я хочу заниматься, ну, кроме как вязать, организовывать, что еще там вести, что я, да. То есть человек, он не знает, он не знает перечень, и ему легче, а, шить я еще, допустим, умею. Нет, рисовать я еще умею, да, ну вот, а что? Этого нет полного набора, нет полного списка. И когда начинаешь помогать, давай выбирай, да, давай выбирай, что, чем бы тебе хотелось бы, он уже набирает целую, ну, как бы целый перечень того, что он хочет сделать. И уже в процессе, вот даже когда мы профессии выбираем, когда мы таланты накладываем на профессии, когда мы глаголы начинаем использовать, человек видит, да, о том, что он, в принципе, выбирает не название самой профессии, а ровно то, чем он хочет заниматься в этой профессии. То есть есть такой момент, да, скажи, чем ты хочешь заниматься, и назови это глаголами. И вот тут вот, да, вот, кстати, вот участники, да, сейчас на эфире, вот просто попробуйте, да, представьте, чем бы вы хотели заниматься, и напишите это глаголами. И уже будет понятно, а что я хочу делать. Вот, единственный момент. Я еще хотела сказать, что очень влияет, конечно же, родовая история. И когда мы начинаем там погружаться в род и смотрим, что их сценарии и наши тоже навыки, умения как-то с этим перекликаются. Вот, например, у меня там прадедушка в четвертом колене, один служил в Семеновском полку, в другой в Преображенском полку, с папиной стороны дедушка владел большим табуном лошадей, и мне, и Николь по Натальной карте, и Павел Андрею, все говорили, что удивлялись, почему я не верхом постоянно. Да, да, да. Вот, сейчас я и все дети, мы, конечно, уже несколько лет верхом, это и компенсаторика какая-то, и действительно, я просто расцветаю. Я такой удивительный совет, простой, казалось бы, но мне прямо подошел, как-то вот и перекликается с чем-то. Да, вот, кстати, хорошо, что ты затронула Натальную карту. Я ведь тоже ее смотрю. Я тоже ее смотрю, и я очень достаточно, ну, как бы ответственно отношусь вот к данным астрологическим, да, показателям, к данным Натальной карты. И то, что, в принципе, показано человеку по Натальной карте, я ее читаю, да, то есть я проходила обучение, и то, что показано по Натальной карте, оно, вот о чем я говорю, да, там могут быть несколько сфер, то есть несколько сфер, где, в принципе, человек может быть успешным, как денежных, так и рабочих. Но когда мы все складываем вместе, личность, сущность, таланты, способности, навыки, да, опыты, да, которые у нас есть, желания и потребности, ну, свои желания и потребности, да, и вот у нас прям получается классная сквозная линия. И вот хорошо, что ты, да, напомнила про компенсацию, да, компенсаторику. Да, компенсаторику. Есть реально моменты, есть реально сферы, где я об этом говорю, что у тебя есть еще вот этот и вот этот вот параметр, ты его сможешь там-то, там-то тоже реализовать, ты там сможешь себя раскрыть и тем самым компенсируешь вот этот недостаток эмоций каких-то, да, тех, ну, как, новизны той, которой не хватает. Потому что когда, кстати, спрашиваешь у людей, а почему ты любишь путешествовать, вот, да, вот это чья мечта, это вот идея, проданная тебе, а с чего, почему тебе так нравится путешествовать? И выясняется, что ей больше не путешествовать нравится в принципе, а ей нравится знакомиться с новыми людьми, либо ему, да, нравится знакомиться с людьми, общаться, получать какие-то новые знания. Новизны нету, ну, новизны не хватает, да. И чем ты можешь закрывать? А, ну да, уже путешествия, в принципе, как бы не нужны, я могу и выходить из дома и там знакомиться. Не, ну, отдыхать-то я тоже люблю. И вот здесь вот такая смесь бульдога с носорогом получается, когда человек вроде как и путешествовать хотел бы, но нет. И также вот я танцы, да, люблю там условно, я пойду преподавать танцы. Но ты подумаешь, что тебе танцевать придется каждый день почти, да, то есть либо ты танцы преподаешь, хореограф, ты будешь придумывать хореографию, будешь ходить в залы, будешь преподавать. То есть у тебя каждый день будет в принципе в танцах. То есть сейчас ты ходишь просто занимаешься два часа в день, ну, а может быть, два раза в неделю еще, да, то тебе придется этим заниматься постоянно. Ты готов? А, нет, не готов. Ну, то есть вот, в принципе, когда мы говорим про удовольствие, когда мы, в принципе, говорим, а что тебе приносит удовольствие? Человек, ну, вот иногда бывает, что даже слезы у людей текут на консультации, на господи, там, девчонки, там, либо ребята, это неужели так просто? Оказывается, это действительно так просто. Взять, сложить некую матрицу, посмотреть, какие таланты, способности мы можем реализовать, и вроде как все. Но там дальше, не знаю, стоит ли говорить. О чем? Я вот хотела на этом моменте сказать, что тоже добавить о том, что натальная карта, так же, как и все другие там типологии, она тоже уже отходит все дальше и дальше в прошлое, мы все ближе и ближе к этому общему объединению, вот. А еще вот эти вот направления, которые нам близки, которые у нас начертаны, да, там, в языках, они могут не быть единственным там делом всей нашей жизни, да. Это может быть целая палитра, просто они запускают правильные энергии, даже если ты, там, ездишь на яхтах, катаешься на яхтах или верхом, там, просто регулярно один раз в неделю, или покупаешь, там, что тебе, не знаю, что тебе рекомендовали, да, или что ты сам чувствуешь или рисуешь, вот. И в этой связи я вспомнила, сегодня у тебя был просто очень интересный пост, а слэш... Слэш карьера, слэш карьера. Слэш карьера, да? Слэш карьера, да. Вот это просто счастье, что мы сейчас можем работать в нескольких сферах одновременно, да. Это очень напоминает народную мудрость не складывать все яйца в одну корзину. Да, да, да. Рекомендарно, и диверсифицировать источники доходов, диверсифицировать направления, там, и бизнеса, и активностей своих, да. да, тоже глядя на детей, которые очень любят там и после шахмата там бассейн и накопаясь в Айкидо, да, вот про слэш, про слэш карьера, да, на самом деле это, да, это сейчас тоже такое направление, наконец-то в России это более-менее стали признавать, потому что раньше это было больше западное такое, да, направление и в принципе Запад это принимал, а наши как-то к этому относились не очень и получается, что работодатели, ну, опять же, люди работают в найме, не все работодатели приветствуют, когда еще параллельно человек где-то работает, и даже где-то в некоторых организациях идет там жесткий мониторинг, что ага, раз ты, значит, занимаешься еще параллельно чем-то, значит, ты не полностью и, ну, себя не отдаешь той работе, в которой ты сейчас работаешь, но сейчас уже к этому относятся более спокойно, более мягко и поэтому человек спокойно может уже получать два образования и реализовывать себя в двух направлениях, ну, конечно же, вот есть сразу такая вспоминается фраза, да, за двумя зайцами погонишься и можно остаться как бы ни с чем, да, то здесь надо понимать свои возможности, свое время, ты сможешь это делать, либо нет, то есть если ты можешь себя и там реализовать, и там, то есть можешь себя реализовывать в найме и можно реализовывать себя как самостоятельный предприниматель, да, заниматься какой-то деятельностью, только времени, да, соответственно, если мы говорим про свою деятельность, время будет ограничено, вот, здесь надо свои возможности учитывать, а так, это крутая теперь вещь, их называют мультипотенциалом, я отношусь тоже к таким же мультипотенциалом, потому что я обожаю автоматизацию, обожаю что-нибудь автоматизировать, особенно бизнес-процессы, вот, и работаю консультантом и параллельно, да, я занимаюсь раскрытием потенциала и профориентацией, и мне это помогает, это две такие половинки моего целого, где я понимаю, какие профессии будут автоматизироваться, какие профессии уйдут в пенсионеры, есть уже профессии будущего, которые появляются, и, допустим, если, например, три года назад я смотрела, эта профессия еще была только в перспективе, то сейчас она уже есть, да, профессия, она уже вышла, вот, поэтому мы можем себя реализовывать, реализовывать, как здесь, так и там, вопрос, чтобы ты это смог, ну, и, соответственно, если в найме тебе работодатель это позволял, если ты кайфуешь от двух направлений, не надо ничего выбирать, оставь, реализовывай себя там, потому что в одном направлении ты себя реализовываешь, раскрываешь какую-то свою одну сторону, а в другом направлении ты себя раскрываешь еще одну сторону, и в итоге мы раскрываемся больше и больше. Вот тоже расскажу, да, про себя, я меняла, вообще, вот я начинала карьеру с нуля три раза, то есть в профориентации это направление называется, ну, как это, вектор, да, зигзагообразная карьера, у нас ведь есть вертикальные направления, где человек стремится всегда в высоту, да, то есть он всегда хочет со специалиста расти, 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 расти и расти до большого начальника. Есть горизонтальная карьера, где человек, ну, развивается в горизонте, да, такой, как паук, нарабатывает свою экспертность. А есть зигзагообразная карьера, то есть это вот мы идем как зигзаг, мы от специалиста возвращаем, растем до предпринимателей, ну, до начальника, либо там высокая, да, предпринимательность, если про нами говорить, а потом себя опять опускаем резко в другую какую-то сферу, и там развиваемся, да. Человек это делает умышленно, человек это делает целенаправленно, тем самым вот в зигзагообразной карьере раскрывается потенциал для тех людей, кто вот как раз себя плохо знает, он себя кидает в неизвестную среду, это вот как раньше, с чем бы сравнить, вот кидали в воду, ну, ребенка, да, то есть научится плавать, да, не научится, вот такие вот методы использовали, не очень, конечно, они добрые, да, но человек вынужден был раскрывать себя и пробовать, да, то есть он умеет плавать, оказывается, вот, и то же самое, когда мы себя помещаем в неизвестную среду для себя, здесь сразу раскрываются все наши сущностные, вот наши гормональные вещи природные, да, потому что личность наша сразу отключается, вот сразу отключается, когда мы помещаем себя в какую-то среду неизвестную для нас, там сразу работает наша сущность, вот самость, да, какой-то риск, какая-то неожиданная ситуация, где какая-то личность спряталась, сразу выходит сущность наша наружу, мы сразу предпринимаем какие-то действия, мы становимся какие-то собранные, мы делаем действия, которые, в принципе, в обычной жизни мы бы не сделали, и вот это тоже такой иногда момент для раскрытия потенциала, он достаточно распространенный, многие предприниматели сейчас делают такие тренинги, которые прям приходят, и вот давай, сейчас мы тебе все страхи, все сейчас страхи из тебя выбьем, вот, ну, путем вот помещения, хождение по стеклам, да, падание, ну, там, падают, да, назад, вот, сейчас вот эти методы распространены, правда, не все на это идут, но когда ты преодолеваешь такие страхи, у тебя что-то внутри ломается, у тебя что-то внутри рождается новое, и ты чувствуешь, что ты как будто у тебя что-то еще родилось, то есть вот, вот, и когда мы полностью себя стараемся раскрывать все больше и больше, нам легче найти работу, любимое дело, да, мы понимаем, чем уже нам интересно заниматься, мы понимаем, а что бы мы хотели, мы уже знаем глаголы, что мы хотим делать в своей работе, вот, и когда это все собирается в одну линию, с учетом, там, натальной карты, с учетом личности, типологии, там, талантов, да, всего, что есть желание и потребность, да, у нас собирается классное, любимое дело. Ну, так вот, я хочу... Ты, наверное, сейчас через поле считываешь какую-то мою карту, не знаю, профессионально, суммотипологическую или какую-то... Ну, я вижу твой тип, я вижу твой тип, да, и в принципе... Да, меня, меня родители именно так и научили плавать на Кубе, бросили меня в бассейн, когда мне было 4 года, я просто потом долго прорабатывала, хотя я смелый человек, я из парашюта прыгаю на сноуборде и дайвинг, там, все мое. Да, 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 да. Ну, значит, вот этот... Меня просто потрясло, что они стоят и смеются на берегу, а я просто тону, то есть все, у меня ощущение, что по стакке я научилась плавать, поэтому своих детей я сразу по программе «Плавать раньше, чем ходить», они у меня ныряли с рождения и полгодика доставали с одна бассейна игрушки. Вот, потом еще год назад я еще была топ-менеджером самого крупного медиахолдинга страны, меня уволили в один день в пандемический, там, этот карантин, у меня оказалась выбита почва из-под ног, вот, и тут начались все эти исследования, то есть шеф из зоны комфорта вышел. Да, 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 да. Да, какой план? План Б. План дальше, и поэтому я там и водила такси, искала работу по всем своим направлениям, там, с карьерным коучем, резюме и так далее, вот, но что могу сказать, что, конечно, я обнулилась, нахожусь там в полной невесомости сейчас, но если судить по удовольствию, то, конечно, оно выше крыши брыжет фонтанчиком из верхней части, в разные стороны, поэтому я думаю, что, конечно же, я на правильном пути, вот, и то, что касается диверсификации, то есть у меня есть проекты, связанные там с предыдущей деятельностью, со сделками в серии кино, а вот в Love Politics просто я обожаю все наши проекты, начинания, там, задумки, которые мы обсуждаем на будущее, знакомство с новыми людьми, и которых я побаивалась всегда, ну, таких вот настоящих людей, и для меня это тоже о своем преодолении. Да, да, настоящих, настоящих. Все, что я сейчас услышала, да, прям все про меня, мне очень интересно. Да, ну, мы же склонны, да, себя, как это, у нас же зеркалка, да, присутствует, как ни крути, я же не просто этот пример привожу, потому что я тоже так же была брошена, брошена в воду отцом, да, своим. Но я на самом деле вот эту стратегию, вот ты говоришь, да, вот про нашу родовую тему, вообще, в принципе, про наше воспитание, оно действительно имеет место быть с точки зрения всяких запретов, условий и так далее. Они нам дают вот эту стратегию, да, нашей жизни, нашего выживания. И вот когда нас бросают в воду, мы потом эту, можем стратегию перенимать, да. И я, в принципе, вот начала, когда себя так же анализировать, узнавать, я посмотрела, а я теперь всегда ведь так себя веду. И мне кайфово от этого. То есть я реально раскрываюсь при помощи погружения себя в какую-то неизвестную для себя среду. И я не хочу от нее избавляться, мне это нравится. Но есть еще моменты, когда нам вот разрешают, ну, как бы разрешают это в кавычках, да, сейчас, разрешают жить с условием, да, допустим. Что это такое? Сейчас поясню. Допустим, вот если ты, например, сейчас сделаешь домашнее задание, там, тогда ты пойдешь гулять, да. Это некое условие, при котором нам разрешалось делать что-то. Это тоже превращается в стратегию, это тоже превращается в существование. Человек так и живет. Если я вот это не сделаю, значит, я потом этого не буду достоин. Либо есть еще один такой момент. Не будь собой, будь как кто-то, да. Это тоже момент, где родители всегда с кем-то сравнивают. А вот посмотри, вот Маша, либо там Таня, либо там Петя уже умеет, а ты еще не умеешь. Это, да, есть такой момент, да, не будь собой, будь как Таня. То есть ты как бы чего? Ну, то есть это, и вот это тоже мешает. И вот эти вот всякие запреты, условия, с этим тоже приходится иногда работать. И слышно от людей это, когда они говорят. Вот сидишь с человеком, я понимаю, что по типу, по своему типу, он позитивный, он радостный, он классный, но только забитый. Что с ним произошло? Ну, вот бывают такие моменты. И мы раскрываемся, мы понимаем, какие действия принесут удовольствие этому человеку, да. Записываем. Но вот я все никак не доберусь до самого интересного. Когда человек понимает, чем ему заниматься, когда он уже увидел свое любимое дело, здесь есть один очень тонкий момент. Человек боится двигаться дальше. И вот что такое происходит, да. Вот вроде я, сначала был такой запрос, я хочу реализоваться, да, я хочу заниматься любимым делом. Здорово. Мы нашли это любимое дело, мы проговорили это все. Но у человека вроде как и радостное, да, а вроде как и какие-то прям вот в глазах страх прям видно. А я спрашиваю, чего ты боишься, да? Я боюсь, что у меня не получится. Я боюсь вот этого страха неизвестности. Я боюсь бросить сейчас все, что нажито, значит, непосильным трудом за столько лет, и перейти куда-то в другое место. То есть такие вот обратная сторона медали. Мы находим любимое дело, мы его ищем, 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 мы его находим, но мы туда не идем. Вот такой вот бывает момент. И здесь, конечно, надо, ну, я с человеком работаю, да, я приглашаю его там в группу Мастер Майнд, где мы дальше проходим, проходим все страхи, проходим, ставим цели. Ну, давай хотя бы ляжем в сторону своей цели. Ну, как бы, здесь картинка, она у меня сразу в образ, да, белка, но она, мне кажется, вся известная, по интернету ходит. То есть если ты там не можешь лететь, да, беги, либо ляг и лежи, да, по направлению к своей цели. Вот, уже не помню, как дословно это все. Но в целом... Либо надо вспомнить совет старших товарищей, подумал, сделал, сказал, реализовал. Да, 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 вот. Кстати, у меня в диагностике есть вопрос. Я, когда проверяю диагностику, я этот вопрос обязательно себе, ну, это, как это, украла, да, то есть нельзя так говорить украла, ну, в общем, взяла взаймы, да, то есть я его задаю, потому что это действительно важно знать, насколько человек умеет подумал, сделал, да, действовать, то есть насколько твои действия совпадают с тем, что ты вот реально думаешь. И, ну, не очень хорошая статистика, в целом все на пятерочку, то есть половина, половина на половину, да, вот. Не было такого, чтобы я четко 10 баллов, у меня там оценка 10 баллов, да, я четко на 10 баллов выполняю, я подумал и сделал. Нет такого. А значит, ну вот, пока мы не перейдем в состояние подумал, сделал, здесь, да, здесь и достижение цели, и поиск, реализация в любимом деле, да, вроде я хочу получать удовольствие, но я не действую, я боюсь действовать, что-то меня останавливает, а вот что останавливает, там уже, конечно, свои тараканы, там неизвестность, там боимся остаться без денег. И вот еще один момент, когда мы ищем любимое дело, да, из какого состояния мы его еще ищем, тоже важно, да, знать об этом. Вот ты привела пример, что тебя уволили, да, и ты осталась без работы, и ты вынуждена была, ну, зарабатывать, да, на жизнь. Я это называю состояние нужды, то есть когда мы из состояния нужды и начинаем искать любимое дело, ничего хорошего из этого не получается. Надо сначала выйти из этого состояния, да, обеспечить себя, вот, безопасность нашу, первый уровень, да, пирамиды, где нам действительно ничего не будет угрожать, где у нас будут деньги хотя бы на существование, и тогда только уже заниматься, потому что люди, которые ищут любимое дело, работу и состояние нужды, потому что нужны деньги, они попадают вот на все, на всю рекламу, на быстрые деньги, которые обещают, к сожалению, да, и приходят на консультацию расстроенные, что я уже накупил целую гору курсов, я уже прошел там, чего только не прошел, и ничего не получается. Вот можно уже полку этих курсов делать, и я не успеваю их пройти. То есть человек, потому что хочет заработать денег, ему нужны деньги, и он покупает какой-нибудь курс, у него не получается, соответственно, нет заработка, и вот он попадает в... Что порекомендуем друзьям таким? Выдохнуть, расслабиться, сначала кайфануть, начать делать то, что нравится, да, и отважно просто провалиться в эту невесомость, с этого оврага довериться на 100% полю и пространству, потому что явно твоя самость и твое бессознательное не просто так тебя вытолкнули, то есть довериться на 100%, и потом все остальное, безопасность и остальное придет и... Да-да-да, все верно, да, все верно. На процесс акцентировать свое внимание, а не на результат. Ну все, забудь про результат, не получилось, боб с ним, кайфует процесс. Да-да-да, все верно, все верно ты говоришь, да, и вот надо вот это состояние свое, главное уйти из этого состояния, не хвататься за все подряд, то есть надо довериться, что эта ситуация тебе дана для того, чтобы переосмыслить, подумать, да, если сам, ну не можешь, конечно же, здесь лучше обращаться там к специалистам, да, чтобы помогли, тогда ты сохранишь и деньги, сохранишь и время и так далее. Я еще вот в последнее время вокруг вижу людей, увлеченных своим делом, а дело такое, они кайфуют от того, что меня приводит в ужас. Например, вот наша адвокат Оля Константинова, она кайфует в судах, защищая там своих подопечных, она ходит, пишет, не Коля, она пишет и пишет, для меня сочинение еще в школе, это просто непреодолимый какой-то челлендж, Николь, ну и стихи, и песни, и манифесты, и тексты к постам, и все это легко и непринужденно, там, стилист моя кайфует и поет, и пританцовывает все время с расческами, когда я даже, ну, я могу целую неделю с хвостиком ходить мне. Ну да, 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 ну вот все верно ты говоришь, это люди, они это любят, вот когда мы проводим, мы проводим это, да, и вот если бы это был бы глагол, что бы ты хотела делать, да, в своей деятельности, вот человек, который там в суде защищал, она бы написала защищать, ну, потому что ей хочется этого, да, она чувствует силы в себе, и почему бы нет, да, она может помочь. И то, что мы действительно хотим делать, назови это глаголами, как говорится, да, я это использую, все, вот, и люди от этого действительно кайфуют. Что ты хочешь делать? Я хочу творить. Ну, окей, да, ну мы немножко там эту метафору раскрываем, а что конкретно, да, творить. Но в целом каждый глагол, он имеет за собой какой-то, ну, смысл, да, то есть что мы хотим. Если мы организовывать хотим, давай посмотрим, а что бы ты, да, могла бы организовывать, и разбираем. И даже видно по человеку, как он говорит, вот как у него загорается глаза, как он это все это рассказывает. А ты сейчас на работе организовываешь? Нет. Ну, я хочу организовывать, а на работе ты сейчас организовываешь? Нет. Ну, понятно, грусть, грусть у тебя, тоска, где же твое любимое, ты хотела бы организовать. А что ты дома делаешь? А я вот дома организовываю. Ты от этого кайфуешь? Да. Ну, вот, и это все, конечно, это все как раз связано с поиском любимого дела, ну, как бы сознанием себя. То есть, вот, возвращаясь к трем нашим китам, по которым я, да, вот, определяю любимое дело, то есть это понятно, что это кто я, потом наше желание и потребности, и есть еще один момент, да, это все-таки денежный эквивалент. Как ни крути, люди не могут долго без денег заниматься своим любимым делом. Оно приводит к выгоранию, потому что они отдают полностью всего себя, всю себя, и за это не получают никакого денежного, как говорится, вознаграждения. И даже любимое дело может принести выгорание и недовольство. То есть я уже этим, и вот люди даже об этом так говорят, я уже там была, я этим не хочу заниматься. Но при этом, когда разбираешь с ним, а все-таки что же ты хочешь делать? А я все-таки это хочу делать, мне это нравится. Но просто из-за неудачного опыта и получения, ну, не тех денег, которые бы хотелось бы, да, людям приносит даже любимое дело выгорание. Вот, скорее всего, такой вот легкий денежный поток, который приходит, это показатель того, что ты движешься в правильном направлении, ты нашел свое дело, и вот это вот удовольствие, удовольствие, твоя энергия, которую ты генерируешь, она материализуется вот в такое вознаграждение. Ну, и плюс еще, конечно, емкость собственная тоже влияет, потому что иногда надо поработать внутри с настройками и расширить финансовую или материальную емкость, которая... Да, и емкость, да, и все-таки есть еще, ну, такие блоки для, ну, как себя преподнести, да, себя демонстрировать, то есть люди не могут рассказать о себе, да, то есть нет такого, как я это называю, заготовленного резюме для того, чтобы, в принципе, о себе рассказать. Когда из найма уходят во фриланс, из найма уходят в бизнес, найма – это немножко другое, а фриланс и предпринимательство – это уже, как говорится, продажа своих услуг и, да, демонстрация себя своего рода, да, ты тоже себя, ты о себе рассказываешь, и вот здесь деньги могли бы приходить легко, да, то есть, в принципе, легко приходить, но если ты для этого ничего не делаешь, то они и не придут. Вот тоже один такой момент, когда люди из найма хотят уйти во фриланс, они вот этот момент не учитывают, что нужно себя уметь демонстрировать, нужно себя... Хоть это и любимое дело, но в найме ты делаешь какую-то одну функцию, да, вот когда ты работаешь, чем ты занимаешься, ты какую-то роль одну, ну, две выполняешь роли, потому что ведь мы в своей деятельности тоже роли играем какие-то, да, руководители, руководящие, да, роли, административные роли, менеджерские роли, функциональные роли, то есть вот если мы говорим про роли, это мы тоже учитываем. И если в найме мы даже в любимом деле играем несколько ролей, то человек, который хочет уйти из найма во фриланс и якобы заниматься тем же, там немножко распределение ролей будет другое, там уже ты уже сидишь не на двух стульях, а на пяти, потому что нужно организовать, да, ты уже там организатор, ты уже там руководитель, то есть там ролей добавляется, и есть такие неучтенные моменты, да, люди не учитывают этот момент, что им приходится вместо двух ролей уже играть пять, то есть заниматься какими-то другими параллельными делами, либо уметь делегировать. Но так как не все умеют сначала делегировать, вот получается, что выбирая даже любимое дело, сложность с реализацией ролей, вот так вот я бы сказала помягче. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. В корпоративном мире и в предпринимательском мире две разные культуры, два разных языка, требования разные к людям, и часто люди, которые предприниматели, они даже не подойдут в корпоративную культуру, они будут нарушать иерархию, лезть не в свои отделы, брать трубку вместо секретаря, потому что они привыкли за все отвечать сами, да, то есть люди, которые знают четко и много лет провели в корпорации, они очень четко строят границы, перебрасывают легко этот мячик, потому что там чаще всего достается тому, кто что-то делает, а кто вот по своим... Это да, 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 по отмеченному такому вот маршруту ровно ходит и не делает ошибок, тот, значит, как-то долго там приспосабливается. Но даже в корпорациях нужны люди-моторчики, и чаще всего они там есть, просто вот они занимают какую-то там позицию, да, в отделе или где-то, и, конечно, вокруг них они не обращают внимания на эти устои там, вот, но вокруг них все крутится, и они именно заряжают своей энергией и двигают процессы вперед. Да, и очень часто там мелкие бизнесмены, размещающие заказы, они в этих корпорациях знают все этажи, на какие кнопочки нажать, кому вовремя, то есть все равно идет какое-то кураторство со стороны людей, которые... Ну, сейчас, например, на телевидении тоже есть так называемые шоураннеры, да, которые и не... Да, да, да. Режиссеры, и не только режиссеры, и не только продюсеры, а вот это, мне кажется, такой вот предпринимательский дух лежит внутри таких людей, но, мне кажется, вот похоже, что Вселенная призывает все больше и больше брать на себя ответственности, становиться мультизадачным, да, понимать суть того, что ты делаешь, то есть не просто следовать инструкции, не понимая, что следует за тем, когда ты вот нажмешь на эту кнопочку, а именно видеть вот весь этот процесс, наслаждаться им. Вот, поэтому, конечно, мы идем и к слэш-карьере, и к мультизадачности, и к тому, что диверсифицируемые источники доходов своих, и это очень приятно, интересно, и это правильно. Да, время мультипотенциалов настало наконец-то, это круто, и на самом деле это действительно с точки зрения даже экономики, и вот никакой кризис, как говорится, да, будет не страшен, если одну карьеру, ну, что-то, да, произошло с деятельностью, ну, автоматизировали, да, ну, что-то ушла в профессия, в пенсионеры, то у тебя есть какой-то другой потенциал, у тебя есть другие возможности. У нас, кстати, был до этого вопрос о том, ты можешь привести примеры профессий будущего, интересно, людям, как ты видишь, что останется у нас, лингвисты, филологи, что-то такое общее, либо математический склад, что будет? Профессии будут, как ты сказала, некоторые останутся? Какие? Да, я сказала, что нет, теперь останутся, останутся те, где нужен будет творческий подход, творческий подход, это, значит, ну, будет автоматизация, то есть парикмахера, никогда, ну, как бы сложно автоматизировать парикмахера, представляете, да, как его автоматизировать, не, ну, можно, конечно, машинку подпричь там, но именно... Единый бритвенный прибор, да, любимый прибор. Да, 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 но это как бы, это уже не художество, да, но вот парикмахер, это человек, который, в принципе, будет всегда, робот тоже творчество, ну, не особо будет блистать, если только программу ему не заложат, но мы, наверное, это к 50-му году, то есть парикмахер был всегда, вот если вот вообще посмотреть, он... Ну, в общем, в принципе, идет время мастеров, да, которые держат профессию в своих руках, это раз, креативных людей, которые создают идеи, новые продукты, через идеи, понимателей, которые берут на себя ответственность и двигают эти, да, то есть человечные такие... Да, где нужна ответственность, где нужна ответственность, где нужно будет креатив и творчество, да, и там, где вот нужен эмоциональный интеллект, да, вот эти профессии, они останутся, все остальное будет частично, да, вот если частично можно автоматизировать, например, повара, да, вот такие вот рутинные дела, где там помешать, там, тесто для блинов, еще что-то, то есть рутинные дела останутся, и они будут автоматизироваться, а вот украшать, это уже, да, то, что творческое, нужен, да, человеку, именно человек там нужен, общение с людьми, именно общение с людьми на психологическом уровне, то есть психологическая поддержка, это тоже нужно будет, вот это не автоматизирует. Принятие решения, прямо как... Ну, да, вы про ответственность говорили, да, прям, да. Да-да-да, принятие решения, там, где нужно принимать ответственность, да. Это будет ближе. Да-да-да, да. Там, где нужно будет принимать решение, это тоже, конечно же, все останется. Роботы не смогут заменить, но будут профессии, которые параллельно, ну, как они, будут автоматизированы наполовину. Чем это просто чревато, да? Это чревато зарплатой, да, то есть работодатель будет стремиться к тому, чтобы... Ну, и предприниматель, он тоже, да, работодатель. Он будет стремиться к тому, чтобы... К наименьшему количеству затрат, да, то есть затраты уменьшаем, и процесс автоматизируем. И освобождаем людей для более интересной творческой деятельности. Да-да-да, вот, правильно, для более интересной творческой работы, все верно. То есть придумывать, да, креативить там и так далее. То есть вот эти вещи, конечно, будут воспользованы, ну, как это, востребованы. Поэтому вот я кого-то хотела сказать, то есть я парикмахера сказала, творческого, да, вот именно кто, да, кто делает руками что-то творческое. Психологи, так, повара. Вот из старых профессий, да, вот все, кто... Вот про переводчиков, к сожалению, переводчики, да, именно вот те, кто лично общаются, да, она автоматизируется, эта профессия, потому что мы все уже понимаем, что уже есть специальные приборы. Устный перевод автоматизируется. А, лутный, да, 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 все это будет автоматизируется. А останется литературный, литературный, да, ты считаешь? Да, 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 все это, ну, как бы уже есть средства, которые, экскурсоводы, да, аудиогиды, все это как бы вот эти, к сожалению, да, такие вещи, но... Программы по экскурсии исследователей, конечно же, они останутся. Да, 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 вот. Хранители знаний, там, проводители... Да, 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 все верно, все верно ты говоришь. То есть те, кто пишут программы, те, кто участвуют в создании каких-то технологий в принципе, да, то есть все, кто участвуют в разработке, это нужно будет, да, обязательно. Ну, и, соответственно, а все, у кого рутинная деятельность, она будет автоматизирована. Ну, и, конечно же, массажисты, косметологи, конечно же, контакт телесный обязательно нужен, да, и... Да, 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 там, где нужно вот работать с человеком. Ну, в общем, делаем продукты, сочиняем, креативим, да? Креативим, ну, вообще, на самом деле, да, женское творческое начало, что ей нужно творить, да, женщина. Единственное, что вот мужчинам, конечно, ну, там, с физической, да, с какой-то деятельностью надо себя связывать, либо с умственной деятельностью разрабатывать и так далее. То есть нужно смотреть в ту сторону, в технологии. От технологий мы никуда не пойдем, нужно с ними дружить, как это, прям смотреть, где ты себя сможешь применить в этих технологиях, даже использовать это в работе где-то, в своей, какую-то часть, действительно, рутину автоматизировать, да, пробовать. Предлагаю технологии приручить, дружить с ними и держать под контролем. Да, кстати, под контролем, да. Вот приручить, да, вот дружить, дружить классная идея. В принципе, вот единственное, что не все почему-то любят, ну, не все, вот я не про это, не про наше сообщество сейчас, у нас все здесь продвинутые, классные. Вот, есть просто, да, еще те, кто не подружились с технологиями. И вот здесь, конечно, у них идет отрицание. Отрицание именно всех средств, с которыми они работают, техники, да, с которыми они работают. Вот здесь, конечно, сложновато будет. Ну, понятно. Надо просто им объяснить, что это, собственно, та же самая тарелочка с голубой каемочкой, по которой мы яблочко катаем и видим все, что в мире происходит. Да, 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 точно. Тарелочка яблока, кстати, мне надо будет забрать эту метафору. Я люблю метафоры, мне тоже говорить. Да, пожалуйста, да. Да, 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 метафоры. У нас осталось две минуты до нашего часа стандартного. А, уже так быстро час прошло? Да, очень приятная беседа, классная мы стараемся здесь. Я, кстати, не вижу вопросов, я вот, не знаю, ты видишь вопросы, я просто не вижу, что у меня застрял... Я вижу много поддержки, я вижу, да, много приятных... А, ну все, то есть если никаких... Там впереди были, ну вот я запомнила, я запомнила про... Про профессии будущего, да. Про профессии будущего, кстати, я могу сказать... Да, я могу сказать, где можно посмотреть профессии будущего, там даже у нас есть целый сайт, где... Атлас профессий, они выкладывают, какие профессии выйдут в 2022 году, в 2025 году, в 2030 году. Можно прям зайти, посмотреть... Ну, повесь ссылочку или как-то сделай так, чтобы можно было глянуть, да, в комментариях там или у себя. Да, 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 я могу, я напишу, да, то есть можно прям туда зайти, посмотреть, там очень удобно про... там фильтр настраиваешь, по каким ключевым навыкам, какие, кстати, навыки будущего там будут тоже, ну, востребованы, да. Да, ну я думаю, что появится так много профессий, о которых мы даже не подозреваем, мы еще даже сами их не придумали, обязательно. Мне нравится профессия, да, молекулярный диетолог, молекулярный диетолог, который скоро появится, и сети-фермер скоро появится, вот прям буквально вот они вот уже появляются. Сети-фермер это вот на крышах сейчас используют, да, пространство, ну, чтобы, потому что земли-то маловато, в новостройках там, и уже на крышах начинают сдавать в аренду, и там уже берут людей прям, и это в профессии уже называется сети-фермер, то есть именно городской фермер, и молекулярный диетолог, то есть мы скоро будем, как говорится, вкусно питаться, но уже на молекулярном уровне, вот как-то так. Вот когда мы говорили с тобой о презентации, было два вопроса, как научиться себя демонстрировать, и где научиться себя правильно демонстрировать. Ну, я как не профессионал, а просто любитель. Могу сказать... Да-да-да, я поняла, я сейчас расскажу, есть такое... Я вот хочу сказать, что, наверное, нужно себя узнать получше, понять, да, принять, и не стесняться начать делать эти первые шаги. Вначале, конечно, страшно, вот наше сообщество как раз так поддерживает, что здесь можно учиться и летать, и эфиром. У меня есть очень хорошее такое действующее упражнение, я думаю, оно будет всем полезно, и вот кому, вот, как говорится, нужно, делайте обязательно, сделайте. Это вы берете листочек, бумаги, и представляете, что вы хотите устроиться на работу, просто устроиться на работу, и пишете о себе резюме, просто кто я, что я, какие мои сильные качества, какие мои достижения, прям пишете. Это резюме немножко структурируете, чтобы оно было, знаете, как вот в предложении, вот представьте, что вы будете о ком-то рассказывать, ну, кому-то рассказывать завтра вот про себя, и у вас это... Ваш текст, который вы составили про себя, да, вот в резюме, он у вас в такую структуру собирается, и вы его читаете до тех пор, пока вы практически его не выучите. То есть вы должны о себе рассказать ровно то, что вы написали. И вот вы посмотрите, когда будете встречаться с кем-то, и просто, ну, друг другу, да, о себе рассказать, у вас уже будет, ну, как бы выученный, заученный текст. Кто вы есть, какие ваши сильные качества, какие слабые, да, И это резюме надо постоянно добавлять. Добавлять, когда вы уже, ну, себя начинаете больше изучать, что вы еще в себе нашли. Но вот прям первое, первичное резюме – это то, хотя бы то, что уже есть. Мы просто, знаете, как получается? Мы, в принципе, у нас столько достижений, у нас столько качеств уже есть существующих, но только мы про них не помним, мы их забыли. И если мы их собираем на бумажку, и мы их выучим, ну, как, учим, да, у нас в голове сразу и самооценка даже повышается, когда о себе начинаешь рассказывать. Я вот такой-то, такой-то, я умею делать вот это, то-то, то-то. Ничего себе я какой! Но вы это уже знаете, вы это уже выучили. Я так подрезюмирую, значит, нужно свой рот научить говорить о себе, свои уши научить слышать то, что ты о себе говоришь, а потом добавить туда искренности и импровизации. Все верно, да, вот, да, добавить. Повторение мать учения. Конечно, да-да-да. И вот потом уже к существующему перечню мы добавляем туда реально все там другие наши искренние вещи, чего мы хотим, то есть, да, вот, от чего же я хочу и так далее. И у нас получается прям вот реальная история про нас. И это работает. И уже те, кто пользовались таким инструментом, они мне прям иногда пишут, Лена, круто, я вот сделала. И у меня как раз там через два дня было собеседование, а мне задавали вопросы, а у меня уже все готово. То есть, это не то для того, чтобы кинуть работу. Мы же когда начинаем там искать работу, либо еще, вот только тогда мы задумываемся о резюме. А в принципе, резюме – это вот мы. Мы сами пишем и о себе рассказываем. Ну, а демонстрация – это общение, да, это пересказать другому человеку, кто вы есть, хотя бы пока по написанному резюме. И вы уже поймете, что вы это проговорили несколько раз, и оно уже как от зубов будет отскакивать. Уже хотя бы с этого начинать. Это очень хорошая такая вещь. Надо придумать какую-нибудь игру в нашем сообществе, вот, по тренировке таких навыков. Я думаю, будет интересно. Да, кстати, я могу предложить, у меня даже, мне кажется, есть такое по тренировке навыков. Я пришлю как предложение, как можно будет поиграть, да, как можно будет поиграть, раскрыть свои. А, кстати, вот есть, вот уже у меня есть, если хотите, да, могу рассказать. То есть нужно вспомнить сейчас двух людей, двух людей, какие, ну, это могут быть известные люди, то есть это те люди, которые вот вам реально нравятся, да, вот, причем, может быть, вы за что-то их любите, да, вот два человека найдите, можно мужчина-мужчина ищет, а женщина-женщина. И вот какие качества, какие качества вам в них нравятся? Вот прям напишите там три качества, какие в одном нравятся и какие в другом нравятся. И вот когда вы напишите, вы поймете, что эти качества есть у вас. Только вы их, как говорится, ну, может быть, не знаете, не проявляете, да. И если сделать такой акцент на эти качества, начать их проявлять, вы поймете, что они уже у вас есть. То есть все, что нравится нам в других людях, оно есть в нас. Просто мы это немножко еще, ну, не раскрыли, не увидели. И, ну, не делаем на это акцент. Вот как-то так. Ну что, пора прощаться. Да. Скажи заключительное слово, какое-то пожелание всем нашим участникам. Так, пожелание участникам. Ну, я, конечно, искренне желаю найти всем свое любимое дело, получать от него максимум удовольствия. И круто, когда вы раскроете свой потенциал и вот словите вот это состояние кайфа, что от процесса кайф, да, то есть, и вы поймете, что, блин, классно, я действительно занимаюсь своим любимым прекрасным делом. Я просто от этого кайфую, кайфую от процесса. Желаю всем вам найти любимое дело и получать от него удовольствие. Прекрасно. Спасибо тебе большое за интересную беседу. Я всем желаю любви, вдохновения, искренности и продолжения, продолжения и продолжения всех наших процессов. Все, прощаемся. Все, всем спасибо. Пока-пока. Пока. Пока.